Ну что, поехали? Да. Ребята, сегодня самый молодой моделист у меня. И с вами канал RC Hobby Home. Поехали! Ну что ж, давай поговорим о тебе. Сколько? Восемь с половиной. Восемь с половиной, молодец, слушай. Трофе нравится? Да. Какая тачка уже у тебя? Третья. Третья? Какие были? ХГ и РМ Хобби. РМ Хобби первая была, а ХГ первая была? ХГ первая была. Нравилась ХГ? Нет, она сразу поломалась. А РМ Хобби? Там полетели сразу, когда... Ну то есть болезни у всех были? Да. И ты уже пришел к этому большой модели? Да. Она размером с пол тебе. Прикольно, наверное, да, когда тачка действительно такая большая. Ребята, вы давно просили на Ген 8 сегодня. Но не новые с коробочки, как хотелось бы, наверное, многим, да, или как многие снимают. А именно уже... Три месяца? Да. Три месяца юное дарование катает. Ты же соревнования катаешь? Нет. А, ты просто приезжаешь посмотреть? Да. На следующее соревнование, наверное, поеду. Вот. Ребята, понимаете, да? То есть воспитание молодого поколения. Я знаю, что судьба данной тачки уже достаточно такая сложная. Ломалась уже. Да. Давай вкратце. Сможешь рассказать, что ломалась? Ну да. Сначала сломалась серва. Угу. Штатная, которая стоит здесь из коробочки. Да. Напоминаю, приобретался РТР, ребят. Точнее, не напоминаю, да, я еще об этом не говорил. Приобретался на Амейне РТР комплект. Дальше на нем начали катать. Какие-то усовершенствования делать. И что ломалось? Вот что ломалось, мы сейчас слушаем. Первое, что вышло из строя, это серва стандартная. Заменили, если я правильно понимаю, наверное, с Алиэкспресса. Синяя или красная? Оранжевая. А, ну, она красно-оранжевая, то есть такая стоит. Дальше, поехали. Что случилось дальше? Потом поломался мотор. Угу. И еще потом пиньон. Угу. Пиньон, давай сейчас скажу, я просто знаю, ребят, пиньон. Здесь из латуни стоит желтый металл. Соответственно, его сточило просто. Да. Вот. Колеса здесь сразу менять надо. Сразу. Почему? Не едут? Да. А, то есть проверяли и на горочку, и по песочку. Все время грибут, да? То есть проворачивают все время колесики? Да. Стоят здесь от? Тракс срезанной. Тракс срезанной. Колеса TRX-4. Стандартные, с нарезкой. Антон Самойлов, привет. Твоя схема. То есть срезаны шашечки через одну, плюс срезана у каждой кусочек шашечки. Я напоминаю, я режу не целиком, то есть не настолько. Я срезаю именно маленькие кусочки шашечек. Дальше что? Я знаю, что не так давно была поломка. Да, там еще ломался один. Попал? Да. В нем шестерня. Ребят, просто я поговорил уже с родителем, с папой, мне объяснили, что ломалось. Я, конечно, понимаю, что в таком возрасте он очень много знает и очень неплохо едет. И тачка достойная для такого возраста. Всем бы, да, начать так. Папе респект и уважение за то, что он молодец, он воспитывает. Абсолютно правильно. Ломался портал, ребят. Ломалась шестерня. Да. Зуб. Не даст соврать человек. Ребят, это вот поломки за три неполных месяца, если я правильно понимаю. Июнь, июль и чуть-чуть мая, да, затронули. Вот, ребят, вот такое вот произошло. Мотор вы меняли, да, еще? Если я правильно понял, папа сказал. Поставили и пиньончик на скорости, чтобы поменьше было у нее. А мы сейчас и откроем, и посмотрим. Но для начала, ребят, давайте я расскажу, что вижу я. Значит, здесь вижу я из тюнинга. Стандартную аппаратуру поменяли на аппаратуру HPI. Почему? Потому что сколько каналов? Три. Лебедка? Да. Потому что стандартная аппаратура два канала. Здесь уже стоит три канала, чтобы подключить лебедочку. Можно с пультиком, но согласитесь, если можно использовать хорошую аппаратуру, почему бы и нет. Лексан, ребят, я вижу, как бы, мы все должны прекрасно понимать, да, энергии много, давим на газ хорошо. Но я там буду периодически, ребят, между словами вставлять маленькие кусочки с тем, что я вот видел, катаю, да, что я снимал. Их будет немного, но они будут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лексан достаточно плотный. То есть само качество лексана здесь хорошее. Покрытие его, да, он царапается достаточно сильно. Я знаю, что многие из вас очень боятся этого. Кто-то полирует даже, представляешь, полирует корки. Я считаю, это плюс, конечно. Но, ребят, нужно чуть-чуть спокойнее к этому относиться. Да, он все равно покроется царапинами. Покрывайте лаком сверху. Отдирайте наклейки, покрывайте лаком, приклеивайте новые. Тоже, как вариант, очень неплохо. Не хочет. Да-да-да, я ее поддеваю. Чем плюс? О, оторвал. А, ну здесь греть, потому что была. А, оторвана была. Ребят, вот, например, неоспоримый плюс между траксосом и вот этой тачкой. Какой, да? Видели, как я снял корку? Ничего нету лишнего. Дырок, отверстий, как в траксосе, под заклепочки. Это красиво, ребят. Вот честно, вот здесь огромный плюс этой тачки. Потому что вот я снял, да, и все, и красота. Так, амортизаторы у нас здесь штатные стоят. О, аккумулятор. Это ремо-хобби. По-моему, нет? Есть. А, 5200. Сейчас мы посмотрим. Я вот по-свойски его выну. А, нет, смотри-ка. Просто, ребят, я видел такой же аккумулятор от ремо-хобби. Просто вообще один в один. Это HR-B на 5200 2С. А мотор вы какой поставили, интересно мне? Нужно. 27-й. 27-й. 20-й. Вот папа из галерки подсказывает. Мотор 27-й. Сервочка. 20. 20 килограмм. Ну, она не 20, мы с вами знаем, она 18 где-то. Но надежность у них достаточно неплохая. Ну, я так смотрю, это уже сборная солянка, да, у тебя такая? Да. Ага. Так, качалочка стандартная 25Т, которая шла в комплекте. Правильно я понимаю? Да. Конечно же, порталы. Надежность вы только что услышали, ребят. Один портал, к сожалению, уже, да, сошел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Интересно, ребят, линки ничем не отличаются от тех же траксов, примерно все одно и то же, аксиалов и прочего. Отличается центральным кронштейном своим от всего остального мною увиденного. Здесь он абсолютно симметричный, с выпилами, не как в траксосе, в том же выходы под коробку, здесь какие-то глобальные. Орех немаленький, я вам скажу, у моста. То есть вот это вот орех называется. То есть вот это вот главная пара, которая внутри стоит, вот за этим кожухом. Вот это вот шестерня. Она достаточно большая, то есть усилие она должна держать хорошее. А вот порталы, ребят, они здесь такие миниатюрные, наверное. И крепление амортизаторов внизу к мосту, знаете, да, я скорее всего не забуду поснимать и вставлю вам все это. Оно здесь спорное немножечко. Ну, опять же, чисто по моему мнению, амортизатор здесь крепится к шарику, который прикручивается к мосту. Под вопросом, ребят, причем прикручивается он сверху моста. Если в классической версии моделей это обычно крепление вот сюда вот приходит, на клюшечку так называемую, то здесь немножко все по-другому. Здесь реализовано, как у МСТ, кстати, да, у МСТ такая же конструкция. То есть у нас есть мотор, у нас есть одноступенчатая коробка передач. Как у Traxxas Sport Kit. И раздаточная коробка. Но именно вот эта версия, вот как это все здесь сделано, очень похожа на МСТ... Да, на МСТ. Да, абсолютно правильно. Я уж периодически заговариваюсь. Значит, реализовано интересно и хорошо, по мне, крепление верхних амортизаторов. Оно имеет очень большое количество настроек. То есть 9 отверстий, в которые вы можете поменять углы наклона. И можете поменять высоту модели своей, да. То есть если поставите в нижнее положение, модель будет выше. В верхнее положение модель чуть-чуть опускается. Что мне не понравилось, как бы здесь, та же болезнь, я считаю, что и у Traxxas, да и у многих есть. Видите, зависло. Опа, я рукой ее обратно. Зависло. Вот это немножко неправильная работа амортизаторов. Все-таки он должен как-то жить именно правильной своей жизнью. Здесь, к сожалению, он не сильно, как бы, для меня правильно живет. А где у вас лебедка? Лебедка двухканальная. Папа на соревнования взял. Молодец. И ты молодец, что дал папе. Значит, боксик под электронику присутствует на модели. Вот такой вот. Достаточно выглядит аккуратненько, хорошо. Регулятор у нас здесь оригинальный. Поддерживает 2,3 S липа. Либо те аккумуляторы, которые мы даже говорить не будем, мы их не используем. Переключение есть никеля на липа. И переключение драгбрейка. Что такое драгбрейк, вы знаете. Здесь 100, 50 и 0. Соответственно, процентов. Используется стандартный XT60. Он, я думаю, был в комплекте. Я не думаю, что паяли, потому что не сильно похож на... Скорее всего, оригинальный. Регулятор скорости стоит на липучке. То есть, вам его не надо отрывать, как в большинстве моделей. Он прилеплен на усторонним скотчем, да? Намертво. Вы его здесь можете снять. Достаточно интересный демонтаж. Значит, на модели присутствуют распорки спереди, распорки сзади. Это именно распорки наших стойк амортизатора. Они добавляют жесткости модели. Рама. Ребят, вот рама. Помните, я говорил про Traxxas? Здоровая рама. Нифига на, ребят, у Traxxas не здоровая. Я вот смотрю сейчас на эту раму и понимаю, что это рама от грузовика. Ну, правда, и прародители всех этих джипов грузовики. Если заглянуть далеко в историю. Углы поворота хорошие. Да. Сколько замерять не будем, но, ребят, вот на камеру я вам покажу. Диски BadLocky стандартные, комплектные. Да? Нет. А, меняли тоже диски, да? Диски... Да. С BadLocky. А что в штате здесь шло, не помнишь? Серебряный. Но тоже с BadLocky. Да. Ребят, вот вам информация. Бамперочки у нас стандартные, пластиковые. Но, как и в прошлой версии, в этой есть, в прошлой, по-моему, то же самое. В RedCat было, да, у нас заглушечка фаркопа. Красивый кошак. Шаклы. Модели присутствуют на модели. Если я правильно понимаю, я больше чем уверен, они заводские. Заводские шаклы? Да. Шаклы заводские вместе с бамперами. Да. Это все завод. Имеется подготовка под установку диодов на бампер передний, на бампер задний. Ну, вот я говорю, бака в этой модели, что для меня лично очень спорно, это крепление нижней амортизатора. Которая на мосту. Вот, ну, не согласен я, скажем так, с этим решением. Рама, да, титаническое крепление в раме, все вот, вот, все просто бомба, и она пластиковая. Нет. Да не, ребят, я это, это у нее накладка спереди. У-у-у-у. Вот это вот все, ребят, вот это вот все. Вот так вот, 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 вот так вот. Это все единое. Это, конечно, круто. Но выглядит очень прикольно. А еще чего радует, знаете, вот это вот. Давно пора Аксиалу, к тому же, класть их в комплект и тоже ставить на модели. Хотя, может, в последних и есть. Но, по-моему, я что-то не видел. Ну, вот это, ребят, бомба. То, что липучки, то, что подкрылки, да, то, что съемный регулятор скорости на липучке. Липучка, кстати, похожа на 3Мовскую. Это вот это шикардосно. Вернемся к нашему кузову. Кузов с подготовкой полный под освещение. То есть присутствуют на нем фары, задние габариты. Такой же будем считать, что сравниваем мы сейчас с Траксосом, потому что, в принципе, они близки, да, оба портальные. И кузов здесь похож на Траксосовый. Чем? А вы это напишите в комментарии. Вот что бросается в глаза, когда смотришь внутрь этого кузова. И то же самое у Траксоса. У Дефендера берем. Вы писали в комментариях? Теперь вам правильный ответ. Закрашенные стекла. Вот, я считаю, что это минус, ребят. Очень хочется, согласись, да, видеть внутри хотя бы не салон, да, но иметь возможность его туда поставить. Было бы прикольно. Масштаб восьмой. Это не десятка. Ну, вы по размеру уже видите. Да, вот я могу поставить ее между нами. Нормально, да? Чем-то напоминает мне фотографию в интернете ребенка, который несет самого большого кота в мире, Мейн Куна. Там вот кот, вот, наверное, с тебя размером он огромный. Вот Red Cat, он такой же, как кот Мейн Кун. Кстати, ребят, фары, обратите внимание, насколько они большие. И света от них много, наверное. Хорошо светит. Потому что я смотрю, на тачке люстр, нету ничего. И я так чувствую, хватает света покататься вечерком. Любишь кататься вечерком? С фарами красиво, правда? Лайки ставьте. Что еще интересного я здесь вижу? Я здесь вижу стандартные распорочки между передними подкрылками, которые повторяют наши, да, подкрылки на модели. Это для того, чтобы как раз крепить подкрылок на подкрылок. Он не сильно тяжелый. С этим все хорошо. Лексан, ребят, лексан прочный, действительно, вот на ощупь. Вот здесь вот он мягенький, да, он не будет, скорее всего, рваться. Он даст именно вот эту вот мягкость, где касается порога. Вот здесь вот он достаточно плотный. И удары она хорошо держит. Часто падаешь на ней? Нет? Ребят, я вот только что потрогал и вспомнил о них, ребят, зеркала. Не хватает дворников, да? Уговорить папу, пусть от Бронко закажет, будет красиво смотреться. И вот эту вот решеточку, ребят, сейчас немножечко. Вот эту решеточку папе скажи, ее как-нибудь в черный цвет, чтобы она была пластиковая, будет вообще вот смотреться с вот этими зеркалами. Ой, зеркалами-дворничками. Вот эта вот черная решеточка еще круче будет смотреться. Ребят, забыла сказать очень интересный момент. База у него сменная. Смотрите, у него уже заранее сделаны отверстия на передних и на задних линках, да, то есть на крепление. Вы можете ее уменьшить, базу можете увеличить. Сейчас у него сколько базы? 313. 313. То есть я больше чем уверен до 324. Да. И до 290, наверное. Ну вот с виду сантиметр уйдет из 313. 297 может что-нибудь такое. Ну вот это плюс, конечно, неоспоримое этой тачке. Еще про приемник. Смотри, здесь вот у приемника выведены, видишь? Да, да. Вот, кстати, да, помните, наверное, я вам говорил, ребят, клево, да, закадровый голос смотреть. Я вам говорил, что я периодически ставлю удлинители 10-сантиметровые, да, то есть здесь это уже, грубо говоря, сделано. Вам не нужно каждый раз открывать вот этот бокс и каждый раз в него мучиться, лазить его, тут же герметить обратно. Согласитесь, да? Плюс еще подписано же все. Как бы как подключать провода подписано. А здесь вообще нарисовано AUX 2, AUX 1. То есть channel и channel. То есть все подписано, все шикарно. Мотор от чего стоит? Слушай, а так и не догадались, даже в магазине не сказали. А, ну просто то есть купили. Одну рамку, который был в магазине. Ну, вот как-то так. Я надеюсь, я не забыл и поснимал вам маленькие кусочки этой тачки, чтобы вы оценили ее вблизи. Вообще советуешь ее приобретать? Да. Ребят, глазами... Ребенок глаголит истину. Говорит, тачка хорошая, берите. Напоминаю, это тачка, которая уже пользуется руками ребенка почти 3 месяца. ДОАЛЬНЫЙ ЗВУКХМoston. Субтитры сделал DimaTorzok